Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский 31 мая Я опять в вагоне, еду в Харбин на несколько дней. Опять виднеется даль вся в полях и перелесках. На полях уже много зелени, везде трудолюбивые китайцы мотыжат между рядов. В сущности, у них двухпольная система без пару. Все то же поле из грядок и канавок, с той разницей, что где в этом году грядка, там на будущий год будет канавка, земля которой таким образом будет отдыхать от посева. А так как рядовой посев дает высший против разбросанного урожай, то сразу таким образом достигаются две цели. И нет никакого сомнения, что и вся наша западная культура придет к тому же. А это, переводя на понятный язык, означает то, что, перейдя с нашей трехпольной культуры, мы увеличим на одну треть нашу запашку. Причем продуктивность посева во много раз превзойдет нашу теперешнюю. А одна треть всех наших годных культуре земель составит полтораста миллионов десятин. 150 миллионов десятин новой земли. Заодно эту новость уже не жалко истраченных здесь денег, а несомненно, что более близкое изучение этого архива пяти тысячелетней культуры даст массу ценного материала во всех отраслях, а в особенности в вопросах, как использовать землю, удобрять ее, выхаживать, в уменье жить. Но зато выполнение орудия производства примитивны, и Запад неизмеримо ушел вперед в этом отношении. Со мной едет тоже на время, тоже в Харбин, очень интересный человек, Александр Иванович Гучков, помощник главноуправляющего Красного Креста предействующей армии и в то же время представитель города Москвы и Ея Думы. Решительным резцом обрисованное лицо с печатью вдумчивости, воли, энергии. Впечатление человека положительного, человека не слово, а дело. Манера сдержанная, выжидательная. Впечатление, чувствуется привычка изучать и знакомиться прежде, чем прийти к тому или другому торопливому выводу. Он возвращается из наших передовых отрядов, видел много стычек, был там во время Теренченского боя. Он подчеркивает и в Алексея Николаевича Куропаткине ту же черту, которая и мне бросилась в глаза на смотру. Это его способность объединять массы, создавать из разношерстных элементов одно целое. Примечание. Алексей Николаевич Куропаткин с 1898 по 1904 годы являлся военным министром Российской империи. В русско-японскую войну занимал должности командующего Маньчжурской армии, главнокомандующего всеми сухопутными морскими вооруженными силами, действующими против Японии, командующим 1-й Маньчжурской армией по февраль 1906 года. В 1916 году во время Первой мировой войны был главнокомандующим армиями Северного фронта. Весной 1917 года временным правительством освобожден от всех должностей. Впрочем, Алексею Николаевичу Куропаткину в то время было уже 69 лет. А затем до своей смерти в 1925 году преподавал в основанной им сельскохозяйственной школе и заведовал библиотекой в селе Шишуршино Тверской области. Это особенно подчеркнулось, говорит Александр Иванович, во время пребывания его в Москве. Сперва он заехал в военное собрание и говорил там военным, разным там начальникам отдельных частей. Говорил, понимая свою аудиторию, сам принадлежа к ней. Вышло все прекрасно, объединил, вызвал большой и искренний энтузиазм. Но все это было еще неудивительно. Человек понимал и чувствовал свою среду. Но когда мы после того приехали в дворянское собрание, это для меня, по крайней мере, было что-то совершенно не поддающееся никакому учету. Перед ним самая разнокалиберная толпа. И военные, и штатские, и дворяне, и земцы, и думцы, и прямо публика, дамы, девицы. Я думал, что он скажет здесь, в этой среде, где и у привычных ораторов ничего не вышло из их речей. И сказал. Так сказал, что вся эта толпа стала одним человеком. И каждый из нас понимал и чувствовал этого одного человека. Понимал и чувствовал и того, который говорил с ним. Готовый хоть сейчас идти за ним и в огонь, и в воду, и опустошать свои карманы. Одним словом, получилось то состояние, когда толпа – один человек, и при том невменяемый, совершенно загипнотизированный волей овладевшего этой толпой, связавшего его. Я не сомневаюсь, что когда командующий, управившись с организацией дела, выйдет и сам будет руководить, будет такой же энтузиазм. Будет полная победа, несмотря на все дефекты. Вы там были, Александр Иванович? Кто на вас больше всех произвел впечатление? Я близко видел отряд генерала Мещенко. Примечание. Павел Иванович Мещенко, участник так называемых туркестанских походов, генерал-губернатор Туркестана и командующий туркестанским военным округом. С 1899 года служил на Дальнем Востоке и был помощником начальника охранной стражи Восточно-Китайской железной дороги, имевшей по преимуществу военное значение. В 1903-1904 годах, в описываемое Гарином время, командир отдельной забайкальской казачьей бригады. За храбрость, проявленную в боях 1904 года, будет пожалован в свету его величества. В 1916 году корпус генерала Мещенко принимал участие в знаменитом так называемом Брусиловском прорыве. После февральской революции, для очищения высшего командного состава армии от так называемых монархических элементов, термин, знакомый нам по Белой гвардии Булгакова, уволен со службы. По легенде, после того, как уже в 1918 году представители новой большевистской власти потребовали от него снять погоны и боевые награды, Павел Иванович Мещенко отказался это сделать и застрелился в саду своего дома в Дагестане. Мещенко производит прекрасные впечатления. Настоящий деловой человек без рисовки и ломаний. Повешу там и так далее. Он всех просит, умоляет постоянно свои заслуги, отрицает даже храбрость свою. Спит на земле о хлебе и забыл. Сухари, какая-то бурда вместо чая с кислым китайским сахаром и та же способность в два-три слова поджечь человека на какой угодно подвиг. Вот такая картинка. Сидит он на камне, рядом с ним молодой, только что возвратившийся из какой-то командировки офицерик. Что-то объясняет по карте, карта между ними. Все это просто, ясно. Ну так вот, поняли? И поезжайте с Богом. Я не сомневаюсь, что и это вы прекрасно выполните. Я уже писал о вас командующему, представил вас к чину. Многого жду еще от вас. Куда девалась усталость этого офицерика? Глаза горят, крылья выросли. Эти казаки-буряты, в сущности, молодое совсем еще войско. Души в нем не чают. Как преданные животные смотрят в глаза и лезут за ним куда угодно. Мало офицеров генерального штаба у вас. У японцев все разведки, все рекогностировки делают офицеры генерального штаба. Я не сомневаюсь, что статистика этой войны покажет громадную убыль у японцев, офицеров генерального штаба. Помимо того, что каждый солдат у них имеет карту, умеет набросать план местности, может определить позицию, словом, рассуждает. Скажите, пожалуйста, что значит это? Японцы не принимают штыкового боя. Боятся? Наш сосед за столом, мрачный офицер, молчавший до сих пор, угрюмо ответил. Еще бы мы им на кулачки предложили. И кулачки, и панцирь, и штыки еще в Севастопольской компании потерпели крах. Пятьдесят лет тому назад. Чего он полезет на штык, когда он может, выманив, перестрелять этих лезущих, как куропаток? Сам отойдет, а там за ним где-то спрятаны и начнут расстреливать. У них как? На одного стоящего три спрятанных. Где к нему не ткнись, вырастают на одного нашего десять. И везде, и всегда, то же и то же. А под Вафангоу? А еще где? Да уж, на всякую, видно, старуху, своя проруха. Многому хорошему научил нас Драгомиров. А за штык, за то, что дух армии в штыке, не спасибо. Пятьдесят лет на смарку. Лучше бы стрелять учились. Контроль бы плакал, зато бы мы радовались. Ну, кажется, это уж слишком мрачный взгляд. Вам виднее. Иронически бросил он, встал и вышел. Пора и нам в вагоны. Встречный поезд идет. Все туда на юг. Уральская и Оренбургская дивизии. С шестого начнет прибывать десятый корпус. За ним семнадцатый. Оба до пятнадцатого июля уже здесь будут. На платформе говорят об отряде Мадритова. Вопреки ожиданиям, он не погиб в Корее. Наделал много бед. В тылу у японцев разрушил несколько складов. Двух японских офицеров взял в плен. И теперь с семнадцатью ранеными возвращается в отряд Рененкампфа. Большой отряд у вас? Кажется, триста. Кто этот Мадритов? Подполковник генерального штаба. Прирожденный начальник партизанского отряда. Его как огня боятся. Корейцы бросают все и прямо в горы. С нами в поезде едет полевой контролер. Где расходуются деньги, там для проверки и полевые контролеры. Они утверждают справочные цены, контролируют количество работ и качество пищевых продуктов. Муки, крупы, сена. Контролер этот был и в турецкую компанию. Разница громадная в пользу теперешней, говорит он. Сравнить нельзя. Там ведь со всеми этими горвицами варшавскими сделать ничего нельзя было. Общее одно. И там нуждались, и здесь армия нуждается. В сапогах. Там от недобросовестности. Здесь достать негде. Ждем, выписали. Пользуюсь спешностью. Пожалуй, тоже подсунут бумажные подошвы, спрашиваю я. Вряд ли. Будем вести точные сведения. За каждым сапогом проследим. Откуда? Помимо суда, с повешением в перспективе. Имена всех. От мастера, продавца до приемщика. Выставим к позорному столбу общественного мнения. Нет, в этой компании не советую по этой части. В поезде, между другими, я познакомился с интересным китайцем, свободно говорящим по-русски. Он объяснил мне, что такое хунхузы, из каких элементов они комплектуются и какие причины благоприятствуют развитию хунхузства. Вот в общих чертах содержание его беседы. Население Китая очень подвижное. Свобода передвижения решительно ничем не стеснена. В этом отношении Китай – самая свободная страна в свете. Движутся по пословице «рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». Есть заработок – мало хунхузов. А в годы холерные или в периоды безработицы сегодняшний работник – завтра хунхуз. Есть и такие, которые никогда работать не хотят. Это постоянный элемент. К ним же надо присоединить и тех, кого закон выбросил за борт – приговоренные и осужденные. Много содействует развитию хунхузного промысла крайне неудовлетворительный, мало разработанный уголовный кодекс. Писанный закон восполняется обычным. По этому обычному закону широко практикуется самосуд, закон линча, родовой суд, суд артелей. Для того, чтобы эти судьи получили законную санкцию, достаточно после суда уведомить, кого следует, что то-то и то-то сделано. Круговая порука родни отвечает за бежавшего преступника. Бежит преступник – надо и родным бежать. При этой наклонности к передвижению у китайских рабочих особая способность быстро приспосабляться к новым условиям. Их рабочая организация в артеле удивительна. Сброд со всех концов Китая, получая дело, мгновенно организуется. Ядро – артель от пяти человек и до тысячи. Обязательно два выборных лица – писарь и повар. Они заработную плату не получают. Получают процент с каждого – от пяти, десяти его заработка. Строго обусловливаются права писаря. Иногда он может, например, сечь. Иногда – нет. Иногда этот писарь превращается в подрядчика. Или со стороны подрядчика приглашает несколько таких артелей. И опять – заработок подрядчика определяется известным процентом. В зависимости от предварительного уговора, подрядчик тоже имеет право наказывать, но только предварительным договором об условленными наказаниями. Самое обычное из наказаний – удары бамбуковыми палками по икрам. Пятьдесят таких ударов и икры вспухают, а человек недели две не может ходить. Сто ударов – мускулы превращаются в тряпки, обнажаются кости. И хотя раны и заживают, но ноги начинают сохнуть, и человек навсегда калека. Я видел одного такого наказанного на костылях. Праздников у китайских рабочих три в году. Новый год, весенний и осенний праздники. Отдыхом является и период дождей. Кто лучше, как рабочий? Русский или китаец? Конкуренция с китайцем невозможна. Китаец мирится со всякой обстановкой, со всякой едой, с ничтожным вознаграждением за труд. Китаец очень способен. Он быстро понимает, чего от него требует, и прекрасно выполняет, и по аккуратности исполнения русский остается далеко позади. В знакомой им специальности китайцы тоже выше русских. Например, столяры – они превосходные. Могут быть и недобросовестными, если не следить. Мне рассказывали строители китайской дороги, например, такой случай. Работали у меня китайцы земляное полотно. Приезжаю к ним, вижу, что такое. Полотно готово, а земли из резервов взята горсть. Что же оказывается? Стоял омёд с соломой. Они солому разослали и присыпали её сверху землёй. Готово. Ну что ж, китайцы, когда вы их поймали? Смеются. Говорят. Мало-мало, капитан Машинка. Мошенник, значит. Я же и мошенником вышел. Единственное, чего не выносят китайцы – это грубого обращения. За пощёчину одному лицо потерял, говорит китайец. Вся артель бросает работы. Постоять за себя артель умеет. Мне рассказывал инженер, князь Хилков, вот какой случай, бывший с ним в начале постройки китайской дороги. Это было в Харбине. Китайцев работало тысяч шесть. Наших, русских, человек полтораста. Всё народ мастеровой. Только что приехали и ещё и на работу не успели стать. Вот двое из них, пьяные, конечно, поймали рабочего китайца где-то в саду и заколотили его палками до смерти. Всю голову разбили, лицо в лепёшку. На другой день ни одного китайца на работе нет. В чём дело? Так и так. Убили китайца, работать не будем. Начинаем их уговаривать. Ни за что. На третий день говорят. По нашим законам, если кто убил, тому голову рубят. Отрубите вашим двум голову, тогда выйдем на работу. Объясняю я им, что по русским законам я не имею права рубить голов. Всё, что я мог сделать, я сделал. Отправил виноватых на суд в Харбин. Ничего слушать не хотят. Ображение растёт. Шесть тысяч их. Пришёл брат убитого, жена, маленькие дети, мать. Сам убитый лежит в саду. Не хотят его хоронить. Спрашиваю, можно нам его похоронить? Переводчик не советует. Говорит, что это может нарушить равновесие. Спрашиваю, может быть, родные согласятся деньги взять? Говорит, тоже и денег не возьмут. А у меня семь казаков всего. Не поспал ещё четвёртую ночь. Где тут спать? С минуту на минуту может всё случиться. Что это всё? Мы и сами даже представить себе не можем. Потому что совершенно не знаем психологии этого народа. Каких-то шесть тысяч иксов. Что они предпримут с нами горстью пришельцев, сделавших несомненный, произвольный, возмутительный поступок и не желающих им дать удовлетворения законного с их точки зрения? И какое в сущности им было дело до нашего закона? Ведь не они к нам, а мы в их монастырь сунулись. Наконец, решаюсь, потому что другого выхода не могу придумать. Зову переводчика, зову семью. Так и так. Мёртвого не воротишь, работник погиб. Он кормил семью, теперь некому. Я предлагаю деньги. Деньги за это нельзя взять. Ни за что. Через два часа брат спрашивает, «А сколько денег?» Сказал, что пришло в голову. «Две тысячи лян. Это три тысячи рублей. Две тысячи? Хорошо, подумаем». Через час приходит. «Две тысячи и ваши похороны на шестьсот лян». Согласен. Заказали гроб с золотыми украшениями, бумажных коней, всё как следует. На другой день опять вышли на работу. «Ну что ж», — говорю я, «Меня этот рассказ убеждает, что с китайцами можно отлично ладить, и что, в сущности, люди, они и терпеливые, и корректные». И на меня производят такое же впечатление. А вот ещё случай со мной. Это уже перед китайскими беспорядками. Китайцы уже были раздражены и говорили, «Русска, мало-мало, машинка». Начали верить самым нелепым слухам. Был медвежонок у одного инженера. Подрос и стал баловать. Инженер убил его. Переднюю часть для чего-то оставил, а задние ступни выбросил. Попались эти ступни к китайцам. И вот их 800 человек в один прекрасный день осадили меня. Вот что узнал через переводчика. Что будто русские убивают китайцев. Что подсердечный жир убитого китайца идёт где на пищу главного начальника. А желчью русские смазывают свои машины. И в доказательство вот свежие кости ступни. Как не убеждал я китайцев. И слушать ничего не хотят. К счастью, был ещё такой же медвежонок, брат убитого. Убили и того на их глазах и сравнили тут же. Но успокоились. А то бы. Бросили бы работы и ушли. А может быть и хуже что-нибудь сделали бы. Восстание начиналось уже. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует...